И вот так идем, то есть движение от линии. Этот момент понятен. Это учебный класс архитектурно-строительного колледжа. У каждого студента свое практическое задание. Кто-то выводит на альбомном листе фамилию, кто-то орудует канцелярским ножом, и даже звонок на перемену не прерывает творческий процесс. Есть предметы, которые учащиеся вполне могут освоить дистанционно, но кроме теории у них много профильных практических дисциплин и помощь наставника необходима. Например, рассматривая тот же специальный дизайн, если брать первый, второй, третий курс, то здесь у нас и проходят и практические занятия по рисунку, по живописи, по истории дизайна, истории зо. Сантехники и дорожники. У них идет практика, это сварка труб и в том духе, потому что все практики проходят настолько в очном режиме. Полноценная практика нужна и студентам-строителям, будущим стилерам, слесарям и сварщикам. Им приходится работать на специальном оборудовании. Если всех студентов распустить по домам, многие вернутся в отдален на алтайские села, где нет возможности продолжать производственное обучение, поскольку нет нужного оборудования. Но прерывать образовательный процесс нельзя. Потому что все-таки система профтехобразования призвана давать профессию. И профессию обучить только по учебникам, только теоретически в сегодняшних условиях невозможно. Потому что квалифицированный рабочий или специалист, он должен прежде всего уметь делать руками, а не просто знать теорию. В соблюдении масочного режима регулярное проветривание помещений, обработка рук здесь главные правила. Кстати, на днях в архитектурно-строительный колледж, как и в ряд других учебных заведений Барнаула, пришла большая партия антисептиков от фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. А это уже Институт культуры и искусств, хореографический класс. Работа с партнером и тесное взаимодействие. Практически все студенты без масок. И не потому, что противники режима, а потому, что во время физических нагрузок трудно дышать. Но воздух здесь постоянно обеззараживают, обрабатывают станки и руки. Все студенты, которые непосредственно задействованы в постановке, они танцуют без масок. Все остальные, которые дожидаются своей очереди, грубо говоря, находятся в масках. При себе у некоторых из нас есть антисептики. Периодически сами уже вошел в привычку, обрабатываем руки себе друг к другу, проветриваем помещение. Большая партия антисептиков от депутата Государственной Думы Александра Прокопьева пришла в 30 учебных заведений Барнаула, Бийска, Заринска, Косихинского, Троицкого, Залесовского, Тогульского и Целинного районов. Об этом депутат сообщил на своей странице в Инстаграм. Студентам и преподавателям передали 60 тысяч флаконов. На фоне резкого роста заболеваемости весомая поддержка. Обработка рук, их частое мытье, а также ношение масок. 2020 год, когда у людей формируются новые привычки безопасности. Елена Кузовкина, Николай Шилко, День с толком.